70 долларов за баррель нефти. Огромные деньги, миллиарды долларов сыпятся на Россию сегодня просто с неба. Ни за что ни про что. Да. Москва прекрасно живет. Ну еще Самара, ну где-то Санкт-Петербург, ну Ханты-Мансийск, Тюмень и так далее. Я была в Тюмени, в Ханты-Мансийске. Люди живут очень плохо. Почему все остальные города и особенно села живут так безобразно у Бога? Почему вот эти миллиарды долларов не пролились золотым дождем на рядового россиянина? Почему не создаются новые технологии? Почему не строятся новые заводы и фабрики с новым новейшим оборудованием, которым можно сейчас покупать такие огромные деньги? Что происходит в головах у тех, кто распоряжается этими незапланированными миллиардами? Я вам ответила с самого начала на ваш вопрос. В Эмиратах шейхи правят, и у них очень много нефти. И они абсолютно не демократы. И смотрите, как получилось все. И получается красиво, потому что есть традиция и ответственность на уровне государственности, которая передается из одного поколения в семье в другое. Берем Норвегию, демократическое государство, и там власть под контролем народа. И народ устанавливает, как тратить нефть, и поэтому компании национализированы, не являются частными, и рента кладется каждому на счет. Демократическое государство. А я сказала, в России нет политического класса власти, бюрократии. Если бюрократия получает много денег, куда они уходят?